В последней школе, там он был кричат. Он постоянно находился на центре всего своего внимания. Его непременно поручали ведущие мужские партии, которые ставились в нас из города. Джим, словно, не умел ходить шагом, всегда бегом или в притрежье. Он такой скоростью учался с его юноши, что по лунке детей, когда в сети, должен был оказаться не иначе, как в белом доме. После окончания школы, брать в себя все стало очевидно сложнее. Скорость его заметно снизилась, и спустя 6 лет он занимал должность, которая была немногим больше моей. Чем единственный человек в магазине, с кем я был на дружеской ноге, я что-то знал для него, как в среде его былой славы. Он относился ко мне и к Маркову, звал меня Шекспира, тогда как другие зирают, но у меня не до вечера. Когда я позвал его на ужин, он смеялся и сказал, Шекспир, я не знал, что у тебя есть звезды летят. Вот теперь ему предстояло убедиться об этом.